Всем привет! В эфире Универньюз и ее ведущая я, Маша Фоминых. Мы собрали для тебя порцию актуальных и интересных новостей из жизни студенчества. И сегодня ты узнаешь. Новая разработка Казанского федерального университета. Ученые изобрели искусственный интеллект. Как получить гранты и стипедии от компании British Petroleum? Лучший из лучших каждый год получает арбузовскую премию. 21 век – это век информационных технологий. То, что еще совсем недавно казалось новым и неизведанным, сегодня уже не актуально. КФУ идет в ногу со временем и придумывает все новые проекты. Что воплощают сотрудники университета на этот раз, расскажет Анна Глазунова. Юристы, программисты и математики Казанского федерального занялись разработкой робота-юриста. Но выглядеть он будет не как робот в нашем понимании, а как некая компьютерная программа. Проект назвали «Искусственный интеллект в юриспруденции». Задачу для ученых поставил ректор университета Ильшат Гафуров. Возникла идея создать междисциплинарный проект, в котором примут участие сразу несколько специалистов из разных областей. Мы верим в то, что основным преимуществом КФУ является то, что это классический университет. У нас здесь присутствуют практически все направления исследований. Именно на стыках, на неожиданных, зачастую стыках, таких как, например, юриспруденция информационной технологии, можем обеспечить некий рывок вперед. Основная сложность междисциплинарных проектов состоит в том, чтобы понимать профессиональный язык друг друга. Специалисты ИТИСа говорят на инженерном языке, который не всегда понятен судьям и коллегам из юридической практики. И наоборот, инженерам, которые занимаются разработкой проекта, не всегда понятна область юриспруденции. Тем не менее, мы достаточно хорошо продвинулись. У нас есть уже первые прототипы. У нас есть понимание того, что мы хотим получить в результате. У нас есть готовые наработки, которым уже два года. Мы видим, этот проект достаточно интересен как для себя с точки зрения информационных технологий, и так я знаю, что со стороны коллег на юридическом факультете есть очень большой интерес к реализации. У нас запланирован целый ряд публикаций и, собственно, платформа рабочая. Система на основании имеющихся данных должна будет выдавать возможный вариант решения судье. Необходимо будет задать вопрос системе, и с помощью своей базы знаний она сможет дать ответ. Если брать пример из реальной жизни, если у вас, допустим, что-то сломалось, стиральная машина сломалась, вы что делаете? Вы берете трубку, начинаете звонить в техподдержку, к вам, дай бог, через неделю придет мастер в лучшем случае, и вам все починят. А здесь вы можете зайти на веб-сайт или даже в ваш любимый телеграм, написать запрос, где опишите свою проблему, и система уже автоматически, используя свою базу знаний, наработку того, что уже мастера работали, даст вам определенный ответ и рекомендации, что делать. То есть это вот, что говоря, то, как работает тот прототип, который мы сделали. Проект пока находится на начальной стадии, ведь к его реализации приступили только месяц назад, но он уже активно воплощается в жизнь. На данный момент мы заняты тем, что разрабатываем прототип интерфейса рабочего кабинета юриста, судьи. Для этого мы очень тесно работаем с представителями арбитражного суда Республики Татарстан. Предполагается, что искусственный интеллект сможет сократить количество фактов проявления коррупции. Принятие нелогичных решений станет заметным и сможет быть проще оспорено в судах высшей инстанции. А значит, количество судебных ошибок может уменьшиться. Проект надеется найти свое применение в арбитражных судах, работе следователей, судей и адвокатов. В конечном счете, правильнее сегодня, конечно же, говорить не о замещении, как многие стали понимать, не о замещении личности судьи, личности адвоката в судебном процессе или в целом в правоприменительной практике, а скорее речь идет о создании экспертных систем поддержки правоприменительных решений. В работе юристов есть некоторые сложности, которые можно преодолеть, используя информационные технологии. Конечно, никто не собирается передавать власть в руки машины решения, должен принимать сам человек. Но система позволит упростить процедуру принятия справедливого решения. Анна Глузнова, Леонард Влетьяров, Универньюз. Казанский федеральный университет славится своим гостеприимством. 25 ноября стены Института геологии и нефтегазовых технологий посетила делегация из Венесуэлы. Как это было, смотри в сюжете Дианы Шиловой. Казанский федеральный университет практически каждую неделю посещает гостей за границей. Так, в пятницу 25 ноября Институт геологии и нефтегазовых технологий посетила делегация из Венесуэлы. Пожалуй, всем известно, что институт идет в ногу со временем. На его базе осуществляют свою работу множество лабораторий. Одной из них является 3D-GeoCenter. В ней моделируют геологическое и гидродинамическое месторождение углеводородов. Эту и многие другие лаборатории в этот день посетили гости Казанского федерального. Директор института выразил большое желание сотрудничать в будущем с нефтяными компаниями в Венесуэлы. Так же, как и на данный момент, проходят сотрудничества с кубинскими партнерами. Позже они обсудили планы на будущее и дальнейшие планы совместного сотрудничества, которые, они надеются, будут вполне успешными. Диана Шилова, Руслан Урозаев, Универньюз. А сейчас давайте посмотрим, какие новости произошли за последние дни за стенами Казанского федерального. Наша традиционная рубрика – Веб-Ньюз. Смотрим. Штаб признали одним из лучших в СНГ центров саморазвития. В России планируется создать сеть центров саморазвития. Идея центров предполагает организацию совместной проектной работы, учебы и программ саморазвития. В Казани на ипподроме откроется национальная новогодняя деревня Ханский двор. Символом деревни станет уникальный елкодом Ханский дворец. Депутат Госсовета Республики Татарстан предлагает запретить разведенным жениться повторно. В ходе круглого стола глава управления ЗАГС Республики Татарстан Альбина Шевалеева сообщила, что в Татарстане за 10 месяцев 2016 года количество браков сократилось по сравнению с прошлым годом, а количество разводов продолжает расти. В школах Республики Татарстан хотят вести уроки геологии. В КФУ обсудили пути развития географического образования в школах Татарстана. Участниками первого образовательного семинара геологические знания в курсе школьной географии стали почти полторы сотни учителей со всех школ Республики. В Казани появятся улицы Удивительная и Подснежник. В Советском районе появятся три новые улицы. Умирзая в переводе Подснежник, а также имени татарского оперного певца Азата Аббасова. В Казани в 2017 году откроют прямой рейс в Альпы. Со 2 января из международного аэропорта Казань начнутся прямые полеты во французский город Гренобль. В каждом дворе с многоквартирными домами появятся камеры видеонаблюдения. На данный момент уже установлено более 4 тысяч. Камерами оснащаются въезд в микрорайон, периметр здания, детская площадка и пункт сбора отходов. Жительницы Челнов готовятся первыми в Татарстане преодолеть дистанцию железного человека. 180 километров на велосипеде, 4 вплавь и пробежать марафон. 25 ноября в КФУ состоялась 15-я Всероссийская молодежная школа-конференция «Лобачевские чтения-2016». В последнее время чрезвычайно актуальной является проблема привлечения талантливой молодежи к фундаментальным научным исследованиям. Программа включает в себя лекции ведущих российских ученых и доклады участников конференции. Некоторые компании убеждены в том, что талантливых и перспективных студентов нужно поощрять. Одной из таких компаний является British Petroleum. Благодаря ей студенты КФУ ежегодно получают гранты и стипендии. Как стать одним из этих счастливчиков, узнаешь в следующем сюжете. Крупнейшая нефтегазовая компания BP уже с 2011 года запустила программу поддержки студентов, получающих образование в сфере энергетики и экономики. Ежегодно компания выделяет гранты и стипендии бакалаврам, магистрам и аспирантам Казанского федерального. Этот год не стал исключением. Самые талантливые студенты были оценены по достоинству. Очень позитивный и многолетний опыт сотрудничества, который позволяет нам поддержать самых лучших, самых инициативных. Почему? Потому что здесь проходит независимая оценка ваших компетенций, возможностей и перспектив. Типендианты BP определяются путем конкурсного отбора. Студенты должны представить свои научные проекты и свою активную научную деятельность, так или иначе связанную со сферой добычи нефти и газа. Обязательным условием является также и отличная успеваемость по всем дисциплинам. Стипендии BP я знала уже несколько лет назад, но как раз в том году мне посчастливилась, выпала такая возможность принять участие. Я подала заявку, там очень интересный бланк, ты его заполняешь и пишешь какие-то свои работы, чем связана твоя научная деятельность. Я рассказывала о своей научной работе, которая связана с восстановлением почвы, которая загрязнена нефтью. Стипендия BP назначается на один год и составляет ежемесячно для студентов старших курсов бакалавриата и специалитета 15 тысяч рублей. Более того, по словам сотрудников компании, специалисты British Petroleum берут на заметку победителя конкурса и в случае появления в компании вакантной должности могут пригласить талантливых ребят к себе на работу. Анастасия Иванова, Ленардо Влитяров, Универ Ньюс. Ежегодная арбузовская премия вручена начинающим химикам Казани. Все представленные работы заслужили высшие оценки, однако по правилам конкурса лауреатами становятся лишь лучшие. На месте событий побывала и наша съемочная группа. Смотрим. Самые выдающиеся молодые ученые Казани были награждены молодежной арбузовской премией за успешные исследования в области фундаментальной и прикладной химии. Почетное звание и заслуженные награды продолжают успешно привлекать ученых со всего города к науке, формируя кадровый потенциал для исследовательской деятельности. Данная премия уже проводится в 19-й раз и она как раз направлена на то, чтобы поддержать и выявить наиболее талантливых молодых ученых-химиков в городе Казани. Эта премия проводится по инициативе и поддержке мэрии города Казани и лично Ильсу Раисовича Медшина. Финалистов приветствовали председатель комитета по делам детей и молодежи, директор химического института имени Бутлерова, первый проректор Казанского федерального университета и многие другие. Недаром говорят, что органическая химия 20-го века в России – это целая эпоха учеников Арбузова. С их именами мы вошли в 21-й век. Хочется верить, что через некоторое время российская химия нашего века будет ассоциироваться с именами награжденных молодых ученых. Я занимаюсь исследованием в области фундаментальной, в области физической химии, которая является основой для объяснения природы различных процессов, которые протекают в веществах. На протяжении уже свыше 10 лет. И эта победа – это результат того объема исследований, которые были проведены, объяснены, опубликованы. Казанский федеральный университет можно заслуженно назвать локомотивом науки. Он набирает такую силу и мощь, что теперь эту инерцию остановить вряд ли удастся. Наши ученые делают очень серьезные шаги в развитии химии и тем самым способствуют тому, что Республика Татарстан становится передовой и известной не только на территории России, но и далеко за рубежом. На этом у меня все. Отличного дня. Пока-пока.